Когда планета освещена фронтально, по идее, артефакт должен проявляться по всему периоду, по всему диагнозу, по поясному технологию, но он ведет себя совершенно предсказуемо, проявляясь то с одного, то с другого края, то с объектами. То есть это как бы то, что еще подвижит исследование, чего это происходит. Если мы эти кадры даже вручную возьмем их и уберем из нашего ролика, у вас кольцо все равно получится. То есть в эмбриональной форме оно есть в каждом кадре. И учитывая, что мы складываем большое количество кадров, то его все равно получится. То же самое, кстати, с Луной. Кто видел, кто обрабатывал лунные ролики, наверняка видел черную каемку и белую каемку внутри кратера или снаружи кратера или вокруг тени. Это та же самая дифференция. Усиленная ли влезная? То же самое. И обратите внимание, смотрите, в чем причина, собственно говоря, почему бывают ролики, на которых этот антифакт практически не заметен. Лично мое мнение, это из-за того, что меняется размер планеты. Если мы, во время съемки, от кадра в кадр, если у нас диск остается незыбленным и изменяется в своих габаритах минимально, мнется, скажем правильно, то эти ролики получаются с наименьшим артефактом. То есть какого бы ни был хорошего сима. А если, наоборот, сим хороший, но чуть-чуть мнется, артефакт вылазит со страшной силой. Я лучший ролик выбрал, какая лучшая картинка, но уже сижу и обрабатываю. Хотя, если сравнить результаты, это практически тоже очень-очень интересно. Так, значит, вот наш мак. Тоже значение 120. По хорошим снимкам ставлю 10. Для хорошей атмосферы ставлю 10. То есть, в принципе, для телескопов схожей апертуры, там, порядка 300 мм, это будет похожее значение, скорее всего. Камера, если это ДНК. С Филипсом было другое. Я думаю, что и луминеры, баслеры, там, новые, старые ДНК. При такой апертуре, при меньшей. Теперь делаю инвертное, ну, выбираю остальное и удаляю эту информацию, то есть, которая содержит, там, какой-то шумы, дефракционные все эти эффекты, все остальное, все это удаляю. Получаю чистый черный фон. Для чего это нужно? Для грамотного выставления уровня. Только вот на этой стеночке. Нужно нажиматься все. Нужно? Да, да. Неравномерный фон. Тут уже просто следить, как бы, за тем, чтобы мы ничего лишнего не обрезали. Ну, как бы не себя подберет эти параметры размера выделения. И смотрите, что у вас тут получилось из самых белых чистых. То есть, куда нам нужно двигать? Нас интересует вот второй ряд цифр. Что нам красного не хватает? Видно, да? Не хватает красного. В отсутствие шапки, понимаешь, что такое? В отсутствие шапки на Марсе? Не припомню такое. Глобальное потепление. То есть, нужно немножко красного еще добавить. Ну, почему? Отдельная. Для этого я помню... Здесь есть каналы, чтобы... Поскольку у нас красные, и каналы лучше синего-зеленого, мы видим атмосфера всякой. Вот. Можно облотать, опять же, наше самое. Еще второе. Можно усиливать эти три видеоканалы. Можно еще облотать, что поможете. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok